Просто зараз до нашего эфира долучается гисть. Это Гарри Табах, капитан первого ранга ВМС США в отставке. С гостем мы будем говорить российскую. Гарри, приветствую вас. Доброе утро, наверное. Доброе ночи. Доброе утро. Дякую. Дякую вам, что нашли время для нас. Украинский парламент призвал парламенты стран ООН признать Россию государством-террористом. Массированные атаки последних дней стали только подтверждением такого названия, статуса. Однако единого и четкого мнения партнера все-таки нет пока. Насколько важно признать РФ-террористическим государством? Что может последовать за таким решением? Чем это опасно для России и как это повлияет на Украину? Вот первый вопрос такой. Ну, это не только. У нас тоже в нашем Конгрессе сенатор Линдзи Грэм тоже самое пытается продвинуть закон, чтобы признать Россию страной, спонсирующей терроризм. К сожалению, президент Байден сказал, что этого не будет. Но все равно в Конгрессе попытаются продвинуть такой закон. Посмотрим, сколько людей проголосует за это. Наших конгрессменов и представителей. Потому что многие уже понимают, не то, что понимают, но надо быть, чтобы у тебя были мозги, как у белки, наверное, чтобы не понимать, что это страна-террорист, которая спонсирует терроризм. Они убивают гражданское население, разрушают инфраструктуру страны, независимые страны, чьи границы были признаны в ООН, в Ассамблее ООН. И были подписаны договоры с Россией о сохранении границ, когда Украина передала свое ядерное оружие, а даже о защите таких ее границ. Но все, конечно же, вы видите, как все уже понимают, что ничего не сработало, ничего не работает. И мы имеем дело с самыми настоящими террористами, с самой настоящей террористической организацией. Если такое и случится, что я не думаю, потому что все еще наши западные лидеры во главе с Соединенными Штатами Америки, так как это страна номер один, молодушные и даже, можно сказать, трусливые в этом отношении, чего-то выжидают все время и наблюдают уничтожение нации, можно сказать, геноцида нации уже скоро целый год. Но если такое и случится, то тогда развиваются дипломатические отношения с такой страной, и страна, конечно же, изолируется. Примерно так же, как Северная Корея, как Иран и Сирия. Сегодня, насколько я знаю, четыре страны считаются странами, спонсирующими терроризм. Это Иран, Сирия, Северная Корея, по-моему, Куба. Но вот пятая была бы неплохо, чтобы это была Россия. Но, как вы понимаете, Россия не Куба и не Северная Корея и не Иран. Поэтому, думаю, что надежды мало, что за это проголосуют у нас в Конгрессе, и что мировые лидеры за это встанут. В конце концов, насколько я понимаю, в большую двадцатку Путина пригласили, и он едет туда. Да, да, насколько известно, действительно есть такая информация, что вроде бы как едет. Ну, смотрите, вот несмотря на уровень агрессии РФ, все еще есть страны, которые призывают к переговорам с этой страной. Однако, президент Зеленский заявил, что на сегодня возможны переговоры только про усиление военной помощи. На какую поддержку со стороны США сейчас Украина может рассчитывать, на ваш взгляд? Я думаю, что, опять же, меня вы можете осудить, но я человек военный, и я постоянно сравниваю Украину с Израилем. Я считаю, что Украина не может рассчитывать ни на чью поддержку, кроме собственную и свою. Да, некоторые будут больше, некоторые меньше помогать. Те страны, которые, или те лидеры, или просто даже гражданские лидеры, как Маск, как Трамп, когда они призывают к переговорам, тоже на это надо смотреть очень, так, во-первых, как они говорят. Они призывают к переговорам между Зеленским и Путиным, или между Россией и Украиной. Потому что и президент Зеленский сказал, что он готов к переговорам просто не с Путиным, не с этой Россией, которая сегодня существует. Может быть, они это в поддержку. Каждые эти политики играют этими словами и используют Украину в своих политических целях, или в своих бизнес-целях, я не знаю, но в целях за счет Украины, за счет крови Украины. И я всегда говорил, что уже давным-давно поняли мы, что Путин воюет против всего мира. Но, к сожалению, уже скоро целый год только Украина воюет за весь мир и проливает кровь, и остальные все пытаются как-то получить свои политические очки за счет украинской крови. И это то, что нас, простых людей, конечно же, злит, и мы это видим. И я надеюсь, мы за этих людей не будем голосовать. Ну, у меня в стране, например, в этом ноябре, я призываю всех очень внимательно смотреть, какое отношение эти политики имеют к Украине, их взгляды, как они голосуют, и избавиться от них в ноябре, чтобы этого не было, чтобы наш Конгресс изменился. Ну, а скажите, пожалуйста, если бы речь зашла об этом, то насколько, как много политических очков получила администрация Байдена? Вот сейчас, вот внутри США, внутри страны, среди людей, среди избирателей, каково их видение? Я думаю, ну, я считаю, опять же, у меня, наверное, такое одноборное видение, но я считаю, что у нас в Конгрессе нету разногласий между демократами и республиканцами. У нас идет где-то примерно одинаковая поддержка Украине, очень большая. Некоторые считают, что демократы немного больше поддерживают, некоторые, как я считаю, что республиканцы больше поддерживают Украину своими делами. Может быть, не высказываниями, но делами, как вот Линдзи Грэм, например, он республиканец, ну и тот конгрессмен, который предложил Лен Лиз, республиканец. Но сейчас не вопрос об этом. Я считаю, что примерно одинаково и республиканская демократическая партия в Конгрессе поддерживает Украину и проголосовала за Лен Лиз. В основном это голос народа. А вот Белый дом идет в разрез нашему Конгрессу. Поэтому, конечно же, президент и Белый дом, и администрация Белого дома теряет очки в этом случае, потому что все предложения, которые идут, они урезаются. И Лен Лиза нет. Лен Лиза нет. И только сегодня, опять же, знаете, один раз я думал, что это какая-то глупость или еще что-то. Это когда в феврале, 24 февраля, когда началась война в Украине, ваш президент говорил, если вы знали, если, ну, Байден предупреждал, предупреждал, что будет война, ну, ваш президент говорит, если вы знали, что будет война, почему же вы ничего не сделали? Я же вас просил, превентивные какие-то санкции. Я вас сейчас прошу, дайте оружие. Если вы знали, почему же вы ничего не делаете? И вот сейчас, сегодня президент Байден опять сказал, что вот этот налет на Украину, вот этот бомбардно-ракетный, террористический, я хочу подчеркнуть, он этого не говорил, я это говорю, что террористический, что, мол, это было продумано и спланировано. Наша разведка американская докладывает, что это было продумано и спланировано еще до того, как был взрыв на мосту, на террористическом мосту. Опять же, у меня вопрос. Если мы это знали, почему же мы не дали никакого ПВО Украине? А сейчас мы говорим, вот, Украине нужно ПВО, и вот мы хотим дать ПВО, и Запад, и Германия, и другие страны, и Соединенные Штаты Америки сейчас улучшат ПВО. Сейчас, постфактом, ПВО должно было прикрыть небо еще, когда ваш президент в начале, в феврале еще, в начале войны просил, закройте небо, дайте ПВО хотя бы, чтобы сохранить жизни. И ничего не давали. Сейчас не говорят, ну, и генерал Залужный это тоже объявил, что воюем, ПВО прикрыто старым российским С-300, и старыми российскими системами ПВО, БУКом, там, и С-300. Ну, и теперь, постфакт, мы говорим, а мы, оказывается, знали, Запад, оказывается, знал, что будет такой налет ракетный на Киев, и теперь мы даем, почему же до этого не дали, когда знали, чтобы сохранить жизни, сохранить инфраструктуру украинскую. Поэтому это мало того, что ничего не дали, так сейчас еще и говорят глупости такие. Ну, вот сегодня, кстати говоря, пройдет шестая встреча в формате Рамштайн, и на ней планируется обсудить первоочередные потребности вооруженных сил Украины. Каких результатов, как вы думаете, может ожидать Украина от этой встречи? Какая может быть техника на сегодня принципиально важна для нас? Вы же военный человек. Вы знаете, я сегодня только что приехала бейсбольная, национальная бейсбольная команда в Нью-Йорк, украинская. Я там был, там был для них прием и все такое. И когда мы сидели, их спрашивали, американцы, которые их спонсировали здесь, вот насколько американцы украинские, с украинскими корнями. Ну, там, их деды приехали, отцы, они их спрашивали на английском, говорят, чем мы можем помочь, что вам нужно, что вам нужно. И все ребята там сидели, они молодые, они говорят, ну, все, ну, все, все хорошо, спасибо за вашу помощь, спасибо Америке за вашу помощь. Только один парень через губу сказал, F-16 нам нужно. Понимаете? Бояться, обидеть американцев, бояться. Вам нужны F-16, вам нужны A-1A танки или леопарды. Вам нужны наши A-10 штурмовики, вертолеты нужны наши и атакующие, чтобы вы могли перейти в наступление. Чтобы вы могли перейти в наступление не кровью, своей цвета, своей нации, а хорошим современным оружием. Вам нужно тяжелое наступательное оружие, и вы эту войну закончите. И эта обезьяна, бешеная, с ядерной гранатой, исчезнет. И свое же окружение на вилы поднимет. Понимаете? Но пока вот это вот малодушие, и опять же, не идет ленд-лис, и вот они все время воспитаются ввести в заблуждение, что ленд-лис идет. Не идет, ничего, ни одной банки тушенки по ленд-лису не пришло еще. И пытаются сказать 1 октября вранье, что потом, что уже идет какая-то часть, что это сначала вы используете то, что идет вот этими грантами, это бесплатно. Но ленд-лис тоже бесплатно, это ленд-энд-лис, то есть в долг. То, что употребляется, за это деньги не берут. Там снаряды, если что-то поломалось или уничтожилось, это точно так же, как и грант, ничего за это не берет. А то, что останется у вас после победы, вы можете это просто вернуть. Вот ничего это не стоит. Так что и так же в заблуждение вводится, что ленд-лис что-то будет стоить Украине. Гарри, у нас остается буквально не очень много времени, буквально там 2 минуты. И вы упомянули про обезьяну с ядерной гранатой. Можно, если позволите, вопросы о двух обезьянах сразу? Одну с ядерной гранатой, а другую, значит, его товарища, значит, ну или не знаю, кого там еще, Лукашенко. Значит, насколько, по вашему мнению, сохраняется высокая вероятность ядерного тактического, возможно, удара вблизи украинских границ или по украинской территории, это раз. И второе, что такое делает Лукашенко? То есть он стал поставлять Путину старые вооружения? У Путина все плохо? Я хочу, чтобы вы не обижали обезьян, это очень благородное. Да, безусловно, да. Я тоже об этом подумал, что мы животных обижаем таким сравнением. Простите нас обезьяной, пожалуйста. Бешеные обезьяны, это бешеные обезьяны с гранатой. Лукашенко обезьяна, но не бешеная, а это бешеная. Понимаете, ядерное оружие, тактическое ядерное оружие, смотря на какой заряд там стоит, смотря на какой носитель, это будет ракета или снаряд или еще что-то, просто так использовать нельзя. Я имею какое-то понятие в этом. Просто так использовать нельзя. Его надо сначала испытать. Поэтому, когда его берут из хранилища, сначала проведут испытания, потому что это очень опасно. Это может грохнуть и на тебе, и возле тебя. Там много разных вещей, которые... Поэтому была сначала угроза, когда они сказали, что они испытают его в Черном море. И если это происходит, это явная эскалация. Это явный еще шаг к ядерному удару. Но они будут нанести вам удар или что-то вроде ядерного, используя ваши ядерные реакторы, используя химическое оружие, используя биологическое оружие. Это бесы, которым надо было еще отрубить голову при рождении, в восьмом или уж точно в четырнадцатом году, а не прислать кого-то с кнопкой перезагрузки. Лукашенко, не думаю, он хитрец, конечно, он умеет это все делать. Да и нет такой армии в Белоруссии, которая перешла в наступление, потом он оголит себя, там много-много у него проблем. А то, что он дает России, я думаю, да, что если он что-то и дает России, то это чтобы они там отремонтировали, и тогда могут поехать. Знаете, это как нам, эмигрантам, в 70-е годы американцы давали машины, которые мы могли отремонтировать и потом на них ездить. Поэтому я не считаю, что это какая-то проблема. Я считаю, что проблема, что он может создать экологическую катастрофу в Украине без использования ядерного оружия. Ну и совсем уж коротко последний вопрос, минута буквально уже меньше. Два дня назад, насколько я понимаю, вы обратились к офицерам российским с призывом обратить оружие против Кремля. Вы действительно считаете, что в России существуют люди, силы, которые способны это сделать? Ну и в этом смысле, если можно коротко, каким образом закончит путинский режим? Ну, с вашей точки зрения, конечно. Я так не считаю. Я просто использовал, когда Путин обращался к украинским... Да, вы перефразировали, да. Да, и он сказал, давайте поверните оружие против этой фашистской администрации. А с вами мы, мол, договоримся. С вами, с фариотами. Так я точно так же обратился к товарищам офицерам. Если есть там товарищи офицеры, я знаю, есть, и они меня знают. И у них не дырки в голове, а звезды на погонах. Поверните оружие против этого фашистского режима, а украинцы с вами договорятся. И мы с вами договоримся, я вас уверяю. Вот и все, что я призвал. Я считаю, Путин может закончить только одним путем. Это когда Украине дадут все необходимое оружие, она разойдет в пух и прах российскую армию, и сгонит их со своей территории. И тогда эти крепостные вокруг Путина, которые к нему приближены, поймут, что есть барин, который их отстегает еще хуже. И тогда они своего барина поднимут на тело. Так устроен крепостной. И почитайте муму тех, которые этого не знают. Спасибо вам большое за веру в украинскую армию. И за уделенное нам время. Это был Гарри Табах, капитан первого ранга ВМС США. У нас на звездку. Дякую вам. Спасибо. Всего доброго. Спасибо. Слава Украине. Вероям слава.